МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем! Сейчас проведем маленькую тренировку, урок каллиграфии, утреннего чаепития. Короче, день начинается. Это сад дома Сукачева. Обратная его сторона. Раньше я пробежки, зарядки делал здесь. Но потом его оградили оградой, забором. И он стал недосягаем для людей. Лучше это или хуже, не знаю. Ну, днем туда заходить можно. Сейчас я ищу более-менее зеленое местечко с одной стороны, с другой стороны укромное, чтобы сделать свою зарядку. Туда меня уже не пускают. Это задворки бывшего дворца профсоюзов. Но я чувствую здесь, мне сегодня будет не очень комфортно. Во-первых, тут вот окна. Я не хочу, чтобы на меня глазели. Во-вторых, я так вижу, здесь там мусорка. Но нет, сейчас мусора меньше. Не знаю, окон много. Не люблю, когда на меня смотрят. А вид вот этот неплохой. Ну, вернемся. Мне не нравится на задворках. Мне хочется... Мне не нравится вот свое утро начинать рядом с этим граффити и рядом под сенью, так сказать, вот этого вот современного строительного бракоделия. Да еще вот с такими промышленно-зековскими, видите, проволока. Или как-то это сейчас иначе, наверное, называется. Колючка, короче говоря. Это вот наше окружение. Сломанный забор, ограды, ворота. Это совсем недавно сделанное ограждение новое. Ну, не прошло и, наверное, двух лет-трех, как все облупилось уже. Это реалии. А утро... Утро я. Утро я начинаю с позитива. Как бы глаза закрыть сейчас. Это моя постоянная, вот ежесекундная, ежеминутная проблема, с которой я сейчас борюсь в течение всего дня. Это попытка, уже попытка хотя бы не видеть. Ну, если я вижу, я говорю. А я хочу, я сейчас учусь этого не видеть. Я хочу последние там несколько лет дожить, в общем-то, уже не то, чтобы не борясь. Потому что не бороться я не могу. То есть реагировать на это я не могу. Я если вижу, то я вынужденно реагирую. Это обычная ситуация, это обычная, как бы сказать, реакция нормального здорового организма. Этот рвотный рефлекс. Когда тебя наполняют чем-то, то независимо от твоего желания, ты, в общем-то... Ну, тошнота и рвота появляются. Если не испорчен организм. Я считаю, что мой организм эстетически не испорчен. Поэтому я не могу, если я увижу, об этом не говорить. Хотя бы. Хотя бы, как минимум, да? А во-вторых, я думаю, что, чтобы хоть себя избавить от этого навождения, от этой тошноты, я должен как-то научиться ограничивать свое зрение. Потому что, ну, действительно, мне все говорят, я сам понимаю, что бороться со всем окружающим злом одновременно невозможно. Ну, так вот выборочно я еще буду это делать. А так вот приходится, наверное, шоры буду какие-то одевать. Не знаю. Смотреть только на небо. Попробую. Ну, ладно. Я вот сейчас ищу укромный уголок для того, чтобы сделать зарядку. Не знаю, найду ли я сегодня такое место. Ну, можно сказать, в центре Иркутска. Тут мне запрещено сегодня с утра ходить. Хотя днем можно, я знаю. А давайте-ка проверим. Время тут вот сейчас, седьмой час утра. Добежим туда, до ворот и посмотрим, открыты они или нет. Да нет, я стопроцентно уверен, что они закрыты. Ну, ладно, побежали. Походу, все столбы, все заборы исписаны наркоманскими граффити, так называемыми. Наши власти административные при молодежи умилялись этим граффитистам, пачкающим стены, заборы. И, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. В результате они получили отработанную систему сообщений, где что закопано у наркоманов. Во-первых, во-вторых, меня поражает, почему по этим меткам их и не ловят. Ну, не знаю. Значит, никому не нужно. Ну, что, усадьба Сукачева? Ну, нет, конечно. Разве что вот тут вызов помощи. Сомневаюсь, что кто-то мне поможет. Здесь меня сегодня не ждут, а время работы с 10 до 18. Ну, ладно, я знаю, что с 10 до 18 я сюда, конечно, попаду. А вот где сделать зарядку? Время уже подошло к 7 и город ожил. Я вообще не думал, что город оживает так рано. Ну, ладно, сейчас я найду место и продолжим. Я так и не нашел более-менее укромного уголка зеленого. Вернулся сюда. Ну, по крайней мере, здесь не так уж на меня глазеют. И сегодня проведем маленькую тренировку. Урок каллиграфии небольшой. Все очень минимально. Это утро. Мой утренний эмоцион сегодняшний. Сразу скажу, что это отнюдь не ежедневное. Я ленюсь, я все время сплю. Это раньше, лет 10 назад. Я почти ежедневно бегал, прыгал, занимался. И даже занимался когда-то спортом. Но потом случилась операция у меня на спинном мозге. И я как-то так вот с этим завязал. Сейчас сегодня я проснулся в хорошем состоянии, настроении. И ничего не болит. И поэтому я решил отметить этот уникальный день вот такой пробежкой. Посвятить все-таки час себе любимому. Заодно рассказать кое-какие, может быть, хитрости, полезные другим. Значит, для начала... А, сегодня день, 21-е. Сегодня 21-е июня. Уникальный день перехода на зиму. Я так думаю, что по-настоящему... Вот середина лета, правильно? С завтрашнего дня, после завтрашнего дня пойдет на убыль. Это для меня обозначает, что мой пленэрный день уменьшается. И вечер в Иркутске наступает рано. В 9 часов темнеет. Значит, уже в следующем месяце, в июле, в августе, уже в 8 будет темно. Так вот очень неудачно у нас часовой поезд сделан. А утром, зато сегодня утром, полпятого было светло уже. Ну что, буду вставать полпятого и буду раньше начинать свой день. По крайней мере, попробую. Вот, сегодня уже даже припозднился. Сейчас уже 7 часов, а город уже живет, я смотрю. Я редко выходил в 7 часов в город. Для начала посмотрим, что у меня в этом рюкзачке. Да, кстати, помимо рюкзачка, я расскажу про свой девайс. Это мой телефон Lenovo. И он у меня вот на таком вот, на такой веревочке, на таком карабинчике. Я сейчас тоже про него расскажу. Он рассчитан такой длины, что если он у меня из рук упадет, то он не разобьется. Вот сюда я это сделал с помощью скотча. Ну, пока не очень аккуратно, но я его меняю раз в месяц. Но, тем не менее, мне это обеспечивает. Меня вообще поражает, почему дизайнеры вот этих девайсов, ну, наверное, специально, делают их скользкими, как мыло. Потому что они, ну, от абсолютно руке не за что зацепиться. У меня вообще такое подозрение, что это делается специально для того, чтобы они чаще выпадывали из рук и разбивались. Чтобы люди покупали их. Вот. Потому что логика говорит о том, что вот этот вот ободок должен быть резиновым. Резиновым и достаточно таким 2-3 мм. Во-первых, это было бы удобно держать в руке. Во-вторых, при падении это бы не деформировало бы корпус, не ломался бы. Сейчас гарантированно вот при этих железных углах он скользкий, вот он выпадывает из руки, это дурдом какой-то. Я вообще не понимаю. Ну, только сознательно можно делать такие вещи. Скользкие, специально скользкие, гладкие эти вещи. Мыло в бане. Короче, это совет дизайнера. Ну, сделайте, наконец, нормальный, и он от этого ничего не потеряет. Только приобретет. Дальше. Этот веревочек у меня тройная. То есть я ее всегда, когда беру в руки телефон, я его беру вот так вот на мизинец. Вот, да. И это мне гарантирует, что он тоже у меня не выскользнет. Здесь перевязка, которая позволяет мне одевать его еще и вот так. И включив его, я могу снимать по ходу что-то. Но это, конечно, не будут хорошие видеокадры, но это будут кадры, которые мне позволят зафиксировать что-то. Сейчас я сниму этот телефон. Кстати говоря, сфотографирую им вот эту еще экшн-камеру, которая у меня, в общем-то, была в руках, когда я бегал. Чтобы был полный комплект моего арсенала. Ну и заодно селфи с собой. О, какие у меня тут рога торчат. Надо рассказать про эту бандану еще, да? Ну сейчас расскажу. Это не бандана. Еще одна хитрость. Посмотрите, что это. Это точно такая же майка. Такая из простой ткани. Не новая маечка. Я их часто использую. Крыловину. Одеваем на голову. В принципе, уже можно носить. Да. Но если взять эти рукава. Вот они, да? Их можно завязать либо просто убрать. Ну и в принципе этого достаточно, да? Ну, либо второй вариант. Обернуть вокруг головы. И как у меня было завязано. Ну, мне так как бы не очень нравится, поскольку это начинает напоминать все эти, ну, мусульманские дела. Ну, раньше я так часто ходил. Сейчас как-то стесняюсь выглядеть не совсем обычно в городе. Поэтому я стараюсь одеваться как рядовой житель. Хотя система моя одежды, быта, она заточена на максимальную рациональность, между прочим. Вся одежда отобрана максимально рационально. И одеваюсь я рационально. Вот это вот, это же не просто так. Вот многие думают, что это вот какие-то фенечки. Это фенечки у наших этих неформалок. А у меня это, во-первых, резинка для волос. И вторая резинка, которую вы увидите, я... Ну, она у меня универсальная часто бывает. А в основном я перетягиваю на планшете бумагу, чтобы вместо прищепок. Я это покажу. Все очень рационально, короче говоря. Итак, дальше поехали. Что еще у меня есть в моем арсенале? Это вот ключ от дома. Но он имеет некоторые особенности. Ну, здесь сами ключи. Брелок. Металлическая по привычке цепочка. Хотя она может быть и сегодня из плотной нейлоновой веревки. Это фонарик. Универсальный, лазерный, всякий разный. И помимо ключей здесь еще такой перочинный ножичек, который мне нужен для того, чтобы действительно подстрагивать перо. То есть карандаши. Универсальный тоже ножичек. Тем не менее, вот применение вот этого вот девайса я вам покажу. Я сейчас, потом, позже. А сейчас я покажу просто, как я его ношу. Это в кармане. А вот этот вот брелок, сюда за пояс, за резинку, и он гарантированно не выпадет. Видите? Тоже ведь, понимаете, это не просто рецепт, как у этих самых униформалов. Это совершенно функциональная вещь. Поэтому, когда меня видят, если и начинают путать с неформалом, пусть люди понимают, что у художника-дизайнера все это рационально. Ну, у этого еще есть предназначение секретное, я расскажу. И еще то, что его не потеряешь. Ну, то есть, если он выпадет, он загремит. Загремит, там, выпадет из кармана, все равно он не просто выпадет, этот ключ. То есть, вот такое вот удобное брелок. Ладно, сейчас про мою сумку. Потом сделаю зарядку. Потом будем рисовать. Итак, что у меня в сумке? Сегодня в сумке я взял достаточно много. По-хорошему бы надо было брать меньше. Это для рисования. Это моя любимая коробка, которая меня везде всегда сопровождает. И сегодня она тоже будет. Это планшет для рисования. Это нунчаки, с которыми я буду тренироваться. И тренировался достаточно долго раньше. Я взял штатив, хотя, наверное, зря. Можно сказать. Ну, этот штатив я часто с собой беру. Я его взял для того, чтобы снимать, как я буду рисовать каллигархические вещи. Маленький штатив, фотоштативчик. Рисовальный набор, о котором я расскажу позже. Термос с чаем, с зелёным. И самодельным, о котором я расскажу позже. И мёд со смородиной. Это завтрак. Ладно, вы меня на 10 минут отпустите. Я немножко попрыгаю, побегаю. Я стесняюсь это делать в кадре. И потому, что стал толстый и неуклюжий. Вот. И там люди ходят. Потом ещё кое-что расскажу. Да, кстати, забыл и не стал рассказывать. Сегодня мы ещё протестируем газовый пистолет. И покажу кое-какие минимальные средства самозащиты. Это можно назвать сегодня урок выживания в городе Иркутске. Люди ходят и собаки лают. Видите? Утром, когда я часто бегал, это была напасть. Но люди, это не так страшно. А вот собаки, которые выскакивают из каждого куста, конечно, это было. Поэтому все мои средства самозащиты, собственно, они больше против собак направлены. И даже когда я утром брал чайки с собой, то я, собственно, больше рассчитывал на защиту от собак. Вот. Хотя сейчас я уже, наверное, не смогу с собакой справиться. Для этого у меня есть ничто иное, как вот такой газовый пистолет. И сегодня я хочу его протестировать. Я купил новые патроны. Посмотрим, как он работает. Вот если бы на меня какая-нибудь собака сейчас бросилась, ну, не такая маленькая, я бы с большим удовольствием его протестировал на собаке. Ну, ладно, я это сделаю чуть-чуть позже, а сейчас займемся зарядкой. Раньше у меня были отработаны эти все движения. Так, с таким расчетом, чтобы за наименьшее количество времени делать максимальное количество движений. Поэтому это скорее больше напоминало танец. Вообще, танец утром вместо утреной зарядки для тех, кто умеет танцевать, это милое дело. Поскольку я никогда танцевой не занимался, то, собственно, не смогу это показать. Но если бы я умел танцевать, то лучше бы я, наверное, танцевал. Вот. Утром. Ну что, шевелится позвоночник. Хотя, два позвонка у меня прооперированы, и там от них отрезана побольшая часть. Гибкость уже нулевая. Будем восстанавливать. Через месяц отчитаюсь. Продолжение следует... Для разминки сегодня хватит. Я бегал еще. И так героический поступок совершил, правда? Ну что, протестируем этот газовый пистолет. Надо будет выстрелить и убегать, поскольку обещают, что тут должен быть газ. А мне интересно, в общем-то, как он отстреливается и работает. Снимаем с предохранителя. Здесь есть предохранитель, да, все знают. Снимаем с предохранителя и опускаем вниз, стреляем. Какую-то струю газа он туда выпустил. Я что-то не заметил, что она была сильно большая. Повторим. Снимаем 100 рублей в воздух. Смотрим, что получится. И большая ли струя. Ну, в общем, есть такая она метров на пять. Поэтому прямо в лицо стрелять нежелательно. Я думаю, где-то с метра с двух это будет самое эффективное. Я видел по распылу, вот видели, да, по распылу. Она где-то вот приобретает радиус, ну, где-то около 50-70 сантиметров. Где-то на расстоянии двух метров, да. Ну, ладно, еще 100 рублей выстрелим. Посмотрим, что получается, да. Смотрим. Да, на расстоянии двух метров будет самый оптимальный. Самое лицо, ну, я не знаю, это просто выжечь глаз, да. Получается. Ладно, пошли дальше. Ну, и, походу, еще о самозащите. Вот про эти ключики, да. Вы видели, что сунчаками можно, в общем-то, достаточно эффективно обороняться, отмахиваться. Но их с собой постоянно носить не будешь. Поэтому у меня с стародавних времен вот эта вот цепочка на брелочке. Исполняет ту же самую роль, да. По крайней мере, отмахнуться от назойливого человека с помощью вот этого вот можно. Кинуть вот так вот в лицо. Ну, понятно, да, еще для чего нужно это использовать. У меня небогатый опыт самозащиты. Мне всегда хватало ума обходить. Но Иркутск – это среда очень опасная. Система выживания в городе Иркутске, она имеет место быть. Каждый день, особенно сегодня, особенно последний год, стало так много бичей. Я не рассчитываю защищаться от профессиональных преступников, которые специально тренируются. А вот от собак настоящих и от собак людей, которые в виде вот этих дворняк пристают, подходят там всякие неприятные личности, приходится часто отбояриваться, отмахиваться или как-то… Ну, по крайней мере, физически я не использую. Мне хватает пока еще ума и языка, чтобы от них все-таки отговориться и как бы отойти вообще и в эту ситуацию не ввязываться. Хотя, да, в моей жизни было, ну, наверное, пять случаев, когда мне пришлось применять что-то. По крайней мере, или какие-то даже свои навыки старые каратистские, давнишние. Вот. Один-единственный раз я проиграл. Потому что это было поздно ночью, поздно вечером. Я шел из ресторана в не совсем адекватном состоянии. Тогда, лет 15 назад, я еще позволял себе такое. Ну, нет, я был абсолютно как бы нормальный, трезвый, но все равно была потеряна уже какая-то немножко такая осторожность. Вот, вот, собственно, в чем заключалась проблема. И человек, два человека, проходившие мимо, они просто проходили, и я просто шел по улице в переулке, уже почти пустынном. Они проходили, и зайдя мне за спину, ударили меня бутылкой вот так вот. Ну, то есть, это было непредсказуемо. Если бы я был, в общем-то, трезвый, я бы, конечно, предугадал бы эту ситуацию. Вот. И совет всем, если в чемном переулке встречаете двух людей, лучше вообще в этот переулок не заходить. Это все вам говорят. Не надо быть там каратистом с черным поясом, чтобы понимать, что просто вот так, стоя из-за угла, ударить человека, любого можно как угодно. Более того, неожиданно можно ударить абсолютно любого и сразу вырубить. И когда человек проходит мимо, в руке или в рукаве у него бутылка, а меня ударили бутылкой. То есть, он так вот прошел, за спину зашел, развернулся и ударил меня по голове бутылкой. Я упал, на какое-то мгновение потерял сознание. Им этого хватило, чтобы у меня просто выхватить сумку и убежать. Им, дуракам, было невдомек, что у меня в этой сумке практически ничего не было. Была только коллекционная трубка хорошая. Я курил хороший табак и хороший табак. Вот. И, собственно, они ее-то в основном и украли. Но это был мой проигрыш. Да, я, собственно... А потом пару раз мне доводилось все-таки как-то так вот уже вступать, как говорится, в физический контакт. Самый примечательный. И причем три раза на меня бросались с ножом. Ну, это были не такие ножевые бойцы. Это были, скорее всего, опуренные наркоманы. Особенно вот в Саратове мне запомнилось, когда я рисовал в Саратове на улице, на центральной. Я не знаю, может быть, там даже местные жители это помнят. Я рисовал, потом сел за столик перекусить. Ко мне за столик сел абсолютно весь расписной, синий вот этот, знаете, да? Вот такой вот. И начал меня грузить, как у них говорят. Давай деньги. Он прямо напрямую мне говорил это все. Видимо, он был опуренный. Он так и сказал, мне срочно надо. Мне срочно надо. Ну, я пытался от него отговариваться. Ну, бесполезно. Отморозок. С отморозками говорить бесполезно. Вот. И потом он произнес фразу, я сейчас буду резать тут всех и тебя первого. Примерно так это было сказано. Он полез в карман за ножом. Ну, у меня хватило как бы каких-то элементарных навыков, чтобы коленом стол на него прокинуть. И потом вслед за столом в торец ему вписать. И он упал, и он уже не вставал просто. Я его выгодил с первого раза. Вот. И рука у него с ножом в кармане была. Я вытащил этот нож. Выкидушка, бабочка. Вот. Всем показал. Отдал бармену. Сказал, это вам на память. Этот мужик там так и лежать остался. А я убежал. Потому что я испугался. Я испугался, думаю, может я его убил. Вот. Убежал. И самое неприятное было, что я потом на руке у себя ссадину обнаружил. То есть я когда его ударил, то я ему в зуб попал. И я испугался, что если он ВИЧ-инфицированный, то часть слюны мне могла попасть в косточку. В мою раздобанную косточку, которую я наступил на досках. Вот. Это был такой вот неприятный случай. Потом один раз случай был в Иркутске. На меня тоже вечером бросился какой-то мужик прямо из кустов вдвоем. Один за ним бежал, он кричал, Вася не надо, а Вася бежал ко мне на перерез. Это все в Иркутске, в центре города происходит у нас. Бежал мне на перерез с ножом. В чем? Ну что я заметил, был кухонный у него. Да, ситуация была неприятная. У меня был полиэтиленовый пакет. И в полиэтиленовом пакете у меня что-то там лежало. Вот. И это очень удобно, кстати говоря. Ну вот это не полиэтиленовый пакет, а это сумка. Да, ну вот имейте в виду, но если это полиэтиленовый пакет... Вообще, идя по городу, ночью, особенно по Иркутску или вечером, неприятная ситуация, несите с собой в руках полиэтиленовый пакет, внутрь которого положите камень с дороги. Это отличное... Ну, меня сейчас нету продемонстрировать, я потом как-нибудь покажу средство отмахиваться. По крайней мере, отмахнуться. Ну вот у меня был полиэтиленовый пакет в руке. Может быть, я его специально нес. Потому что, когда он ко мне подбежал, я выкинул полиэтиленовый пакет, так, в лицо. Попал в лицо, это было для него неожиданно. Этого мне хватило для того, чтобы все-таки перебежать на другую сторону улицы. А он уже за мной не побежал, потому что бежать на другую сторону улицы... Ну, короче, там психология начинается. Он из кустов-то выскочил на меня. Вот что с ним было? Что он хотел? Ну, я так понимаю, что он что-то там сидел, этому Васе рассказывал, какой он крутой. Он достал нож и побежал там кого-то резать. Вот такие случаи. Потом еще было пара случаев, но, может быть, не такие серьезные. Ну, больше, пожалуй, не было. Слава Богу! Сегодня я ни с кем драться не собираюсь и не буду, и не смогу, пожалуй, уже, да? Хотя, ну, не знаю, может быть, еще какие-то навыки остались. Сейчас мне гораздо лучше, проще в эту ситуацию не попадать. Вот, как говорят мастера карате, самый лучший твой выигранный бой – это тот, который ты сумел избежать. Это не трусость. Это просто ум. Ну, ладно, пошли заниматься каллиграфией и пить чай. Для этого можно выйти на более людное место, вон там. А утро уже в разгаре, мне пора возвращаться домой. Сейчас мы попьем чай, напишем пару красивых букв. Я все это объясню, для чего я это делаю и почему. В этом есть смысл. Все это не понты, поверьте. А нам надо вон в тот скверик рядом с фонтаном. Мне надо ближе к воде. Вот те собачники, кстати говоря, против кого я воюю в основном. Потому что бегать по утрам практически невозможно. Ну, хорошо, вот эти девушки держат их на поводках, вот этих волкодавов. А чаще всего собаководы наши хамски прогуливают своих собак. Ну, мало того, что они гадят вот здесь вот везде. Вон у нас тот вот сквер на площадь декабристов загажен напрочь. Загажен этими собаководами, любителями собак. Вот они собак любят, а я их не люблю, их собаководы. Я вообще считаю, что собаки должны жить в естественной среде. А не на шестом, на пятом, на десятом этаже. И я считаю, что собак заводят люди с комплексами, которые просто... Либо которым нужна игрушка, им не хватает общения. Либо им нужна защита, им не хватает смелости, в общем-то, жить под собственной, так сказать, защитой. Ну, да, собака защитник, она всегда им была. Ну, где, кому? Это сельскому жителю. Городскому, ну, не знаю. Вообще, мне кажется, собака в городе, это неестественно. И собаки-гадящие на эти самые, на наши скверы, где потом дети у нас гуляют. Вот, где я бегаю и в их дерьмо наступаю. Ну, вот, сейчас она будет какать у нас, а девушка будет это наблюдать. Они, кстати говоря, так умильно наблюдают, когда эти собаки гадят. Они так... Ну, ладно, все. Опять негатив, черт побери. А нам нужен позитив. Чай зеленый с жасмином и еще какой-то, я не знаю. Но, вообще, я хочу и от кофе отказаться, и от чая, наверное, отказаться. Хотя очень трудно. Немного удовольствия осталось. От коньяка я отказался. От хорошего вкусного табака я отказался. Остался только чай. От кофе я буду отказываться. И не потому, что я начитался чего-то. Я прекрасно сам понимаю, что это неестественные продукты. Ну, вот чай может быть. Чай, то есть, в виде отвара. Да. А вообще, хочу перейти совсем на воду, на простую. Не на... Ну, давайте. Спасибо. Поздновато я вышел. Сегодня расцвело полпятого. Надо было полпятого идти, но я пока собирался. В следующий раз, завтра, пойду раньше. Сегодня у меня очень много дел. Я попробую отчитаться. Мне надо закончить эскизы книги, альбома. Я сейчас сделаю оформление одного очень уникального, интересного альбома. Не знаю, имею ли я право о нем рассказывать и показывать, поскольку у него есть авторы, у авторов есть свои резоны. Поэтому я, конечно, не покажу эти эскизы. Ну, потом, когда книга выйдет, тогда только покажу. Вот так вот. До обеда я делаю книгу. В обед пойду встречаться с заказчиком. Ну, и дальше пойду рисовать по городу до вечера. Ну, вот вторую половину дня я покажу. Лето в разгаре. Самое то время, на котором я мечтал, чтобы... Я всегда мечтал... Вот в Иркутске уже холодно. Я всегда мечтал утром встать и вот как-то спал практически, накинуть только майку и идти бегать. Потому что все остальные времена, все остальные месяцы надо что-то одевать, собираться, смотреть погоду. То дождик, то не дождик. Сейчас вот приближенная к природе такая ситуация, когда ты встал, вышел и пошел. Это настолько естественно для человека и настолько неестественно жить в среде, когда ты все время и на родине этой среде. Вообще жизнь людей в Сибири для меня загадка. Я не понимаю, почему люди живут в Сибири. Нет, я понимаю, почему они живут в Сибири, потому что сюда сослалась судьба разными-разными способами. Это неестественная совершенно среда обитания. Ну вот летом она более-менее естественная. Да и то, мошка там, мошкара и так далее. Богоизбранные люди живут в том месте, где не надо бороться со средой. Сложный вопрос. С другой стороны, этим богоизбранным людям, которым не надо бороться со средой, на них-то и как раз наваливаются все проблемы национальные, политические, в том числе и геологические, всякие землетрясения, цунами и так далее. А у нас, фу-фу-фу, пустучим по дереву, Сибирь в этом отношении, наверное, самое спокойное место. Кстати говоря, и с точки зрения эмоциональных конфликтов, у нас вот этот общий котел извечный, он все-таки предполагает, что люди живут всем мирно относительно. Сложности есть, но они, по-моему, по сравнению с другими местами, минимальные. Сибирь всегда была, условно говоря, ничейная земля, и люди это понимают. И в то же время есть явно выраженная, так сказать, сибирская нация, наверное. Ну, я, наверное, неправильно говорю научно. Хотя, почему бы и нет? Почему бы и не нация? То есть, это тот котел, в котором перемешанные люди, перемешанные расы с юга, с востока, все расы перемешаны у нас. Все есть. Только негров мало, извиняюсь за выражение. И то, сейчас очень много уже появилось. Арабы есть, учатся у нас. Есть африканцы, чернокожие, негров, по-нашему говоря. Я-то не боюсь этого слова. Голубь вот идет сюда. Голубь, а голубь? Ну, вот мне нечего тебе дать. Ты же не будешь есть ягоду, правильно? А хлеба я тебе не взял. Я тебе ягоду сюда... На. Не стал он смородину плевать. Голубь. И все же буду переходить с чая китайского. Хоть китайцы мне и родные братья буряты, и все азиаты, и все татары. Вот. Все равно буду переходить на чай настоящий наш, сибирский. Это я уже не помню, показывал, нет. Я просто беру, пипятком заливаю ягодку любую нашу. Смородину, облепиху, бруснику. Несколько кусочков туда, ну, каких-нибудь фруктов для запаха. Тоже, в общем-то, почти наши апельсинчики, мандаринчики, оно питается, то же они растут. А Китай, это же наша территория. Или мы их территория, но мне без разницы. Вот то, что мы не Европа, это стопроцентно, да? А то, что мы китайцы, это почти одно и то же, вот тут на одной земле живем. А Европа, она где-то там, чуть ли не на островах этих английских. На полуостровах на всех, на этих. Нет, Европа от нас гораздо дальше. Что там говорить? Что у нас есть? Ну, все, я это не использую. И, тем не менее, я сегодня попытался взять минимум. И обычно я беру больше. Я взял сегодня кисть, на всякий случай. Я взял сегодня мой универсальный белый угольный карандаш, который я сам сделал. Вот здесь уголь, а здесь белый, белый пастельный карандаш. Я взял универсальный черный грифель, графит, который водорастворимый, 12Б уникальный. И свою любимую самодельную ручку, перьевую. Все, я это наверняка не буду использовать. Я это взял больше показать. Да, ну и в этой коробочке минимальный набор. Я специально не стал брать цветной. Я взял только черно-белое. Хотя это, это может быть и не надо. Ну, это уголь и белый мел. И салфетка. Ну, салфетка может нам сейчас пригодится. Резиночки. Одеваем на руку. И опять все думают, что это, наверное, украшение. Черт из два. Это просто удобство. А моя-то задача сегодня отметить день 21-го числа, 21-го июня. И больше мне ничего сильно-то и не надо. Я не сильно хочу тут как бы заниматься как таковой каллиграфией. Моя задача с утра заняться... Обратите внимание, вода та же самая. Я сейчас только... Ну, сам-то я это знаю, но я сейчас все-таки покажу хитрости... Некоторые хитрости. Корово, не мешайся. Вот этот графит. Акварельный. Он очень черный. Мне очень нравится. Он почти не блестит, как свинцовые, скажем так, карандаши. Им очень удобно рисовать. Но у него есть другое уникальное качество. Кисточка, да, вода. Это еще и тушь. Причем можно набирать любую тональность. А вот эта вот китайская каллиграфическая кисть, моя одна из любимых, дает возможность, обратите внимание, делать широкие штрихи, вот такие, да, и писать буквально волосяные, буквально волосяные линии. Ну и, соответственно, их делать вот такими. Самые разные. Живая, такая живая кисть, которая сама изгибается, между прочим. То, что она вот так вот может повернуться, видите, да? В этом тоже есть смысл. Она как бы тоже живет. Она тоже поворачивается. И она делает рисунок, который мы рисуем, да? Вы обращали внимание, какие живые рисунки у китайцев. В отличие от засушенных чертежей наших, да? Вот. Таким образом можно набрать совсем черного. Можно рисовать серым. Вот. Я сегодня днем специально возьму вот этот набор и в городе порисую. А сегодня у меня задача написать 21 июня. Если мы помним, 21 июня началась война. Стоит ли мне это отмечать в своей каллиграфике? Вот здесь капли капнули и пусть. Они естественные, они нормальные. Я не знаю. Я всегда говорю, что в своей каллиграфике, то есть, ну, тем, кто не знает, объясню. Это я просто пишу число сегодняшнее и, может быть, пару фраз. просто достаточно одного числа для того, чтобы выразить сегодняшнее настроение, чтобы... Такой тренинг, как я сейчас там тренировался, махал руками, сейчас я... Не знаю, можно несколько в ряд. Вот так, что вода даже здесь стоит, а кисть проносится сюда, я это делаю сознательно. Видите, капельки появляются. Ну и пусть. Это естественно. Это вот то, что происходит, само собой, лишь бы мне на корову не накапать. Пусть остаются эти капельки. Они и сами собой, я их не специально сделал. Ладно? Моя задача написать 21 июнь, год, может быть, на одном дыхании. Получится, не получится. 21. Лучше бы писать это одним движением. Ну вот примерно так. 21 июнь, мягкий знак, 2-0-1-9. Не будем далее мудрить. Для утреннего упражнения этого достаточно. Хотя можно было бы еще пописать. Ну да ладно. Просто у меня неожиданно закончилась батарея в камере. и это говорит о том, что пора возвращаться домой и заняться более серьезными делами. Хотя я с большим удовольствием ей Богу сейчас остался на улице и пошел по городу рисовать. Но долг зовет. Всего доброго! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова